Здравствуйте! В эфире передача «День за днём» с вами в студии Алина Сазонтова. Смотрите сегодня выпуски. Все инженерные сети работают в нормальном режиме, отключения ограничений нет. Новости из городской администрации. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного оттенения кодексом административных правонарушений предусмотрена обеспеченная ответственность. Профилактические рейды в Десногорске проводятся регулярно. За 7 дней в единую дежурную диспетчерскую службу поступило 654 сообщения. Безусловная обстановка без осложнений. Кроме того, что идет жара, то есть высокие температуры сверху, еще человек активно действует. Конечно, это тяжело. Как пережить перепады погоды? А сейчас об этих и других событиях подробнее. Ежегодно на протяжении 16 лет паломники из Белоруссии приходят крестным ходом в Смоленск на торжества, посвященные иконе Божьей Матери Адигитрия. Этот образ почитается не только в России и в Белоруссии, но и во многих других странах. Длина маршрута, который паломники преодолеют за 4 дня – более 130 километров. На границе региона, в Руднянском районе, участников крестного хода встретило духовенство Смоленской митрополии. Паломники из Витебска примут участие в богослужениях 9 и 10 августа в Смоленске, а творческие коллективы выступят в праздничных программах, которые пройдут на Соборном дворе. На плановом оперативном совещании руководители комитетов и муниципальных предприятий подвели итоги работы за прошедшую неделю. Проводил совещание глава города Андрей Шубин. Школы и детские сады города готовы к новому учебному году. Коммунальные службы продолжают подготовку к зимнему периоду. Все инженерные сети работают в нормальном режиме, отключения ограничений нет. Восстанавливаются места раскопок после ремонта тепловых сетей в магистрали в 2-м и 4-м микрорайоне. По квартирным домам это плановая работа по ремонту кровельного полотна, швов и внутренних ремонтов подъездов в домах 1-го и 2-го микрорайона. Управляющие компании готовятся к работе проекта «Комфортная городская среда» в 2019 году. Администрация города направила коммунальщикам рекомендательные письма. По проведению мероприятий связано с подготовкой проведения общих собраний, для того, чтобы нам определиться встречами дворов, которые мы будем благоустраивать в текущем году. И в честь «Комфортной среды» благоустройства общественной территории у нас стартовала реализация проекта. Это по благоустройству парковой зоны, где у нас находится кафе «Сервис». Работа начинается в этом году, с окончанием их 2019. Поэтому как бы попрошу всех граждан отнести с пониманием те виды работ и как выглядит территория, что вы можете увидеть на дизайне, на макете, который восстановлен в данной парковой зоны. На прошлой неделе инфекционные заболевания регистрировались на обычном уровне. Более сотни реконструкторов со всей России приняли участие в Международном военно-историческом фестивале «Лубино». Они восстановили события Смоленского сражения Отечественной войны 1812 года. Именно после сражения при «Лубино» 206 лет назад 22 тысячи русских солдат смогли задержать и серьезно измотать более чем вдвое превосходящие силы французов. Тогда Наполеон впервые задумался о заключении мира. Миф о непобедимости французов был развеян, а русская армия в очередной раз продемонстрировала всей Европе несгибаемый дух своего народа. Сплошные проверки с сотрудниками ГИБДД на территории Десногорска проводятся регулярно. Одним из самых действенных профилактических мероприятий по выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения является проведение локальных рейдов на выявление водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На одной из таких проверок побывала и наша съемочная группа. С начала года сотрудниками ГИБДД было выявлено 2500 нарушений правил дорожного движения. Это и нарушения правил перевозки детей, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, управление с непристегнутыми ремнями безопасности, переход проезжей части в неустановленном месте, сильная тонировка автомобиля и, конечно, управление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. За шесть месяцев сотрудниками Дорожной полиции задержан 21 водитель в нетрезвом виде. Три водителя задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Санкции за вождением в нетрезвом виде очень строгие. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения кодексом административных правонарушений предусмотрена абсолютно ответственность в сумме 30 тысяч и лишение права управления на полутора лет. Как показывает практика, такие мероприятия имеют положительный профилактический эффект. Ведь чем меньше на дороге неадекватных нарушителей, особенно пьяных, тем меньше дорожно-транспортных происшествий и спокойнее законопослушным участникам дорожного движения. Интересный урожай. Житель Десногорска вместо овощей выращивал на своем дачном участке коноплю, потом делал из нее наркотик. Его приметили полицейские и завели уголовное дело о незаконном культивировании и хранении конопли. Сотрудники полиции обнаружили на приусадебном участке у 40-летнего мужчины 157 кустов конопли, а в доме у него находилось более 300 грамм марихуаны. Мужчину задержали. В полицию он признался, что выращивал коноплю и хранил марихуану для личного потребления. Дело направлено в суд. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю нам рассказала заместитель начальника управления ГОЧС по Десногорску Надежда Чувашова. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС привлекались для проведения работ. По вскрытию дверей 5 раз, спиливание деревьев 2 раза, скорая помощь 2 раза. За 7 дней в единую дежурную диспетчерскую службу поступило 654 сообщения, из них 242 ложные. Поступило 20 просьб от населения, из них отработано 18, переадресовано 2. Летняя жара чревата неприятными ощущениями, а для людей с нарушениями давления, уязвимой сердечно-сосудистой и нервной системами, является настоящим испытанием. Но если жара периодически еще и сменяется дождем, то дискомфорт становится практически невыносимым. Как уберечь себя в столь сложный для организма период, смотрите в нашем сюжете. Лето – время, когда наконец-то можно отдохнуть от работы и повседневных забот на море или на даче. Но вместе с сезоном отпусков приходит сильная жара, которая не дает покоя ни днем, ни ночью. Особенно от высоких температур страдают те, кто живет в городских джунглях, где от раскаленного асфальта становится душно, а температура воздуха поднимается на несколько градусов выше, чем в деревне. Даже 20 минут нахождения под палящим солнцем может обернуться для человека тяжелыми последствиями. Реакция организма на жару у каждого может быть разной. От обморока до таких грозных заболеваний, как инфаркт или инсульт. Чтобы не доводить свой организм до изнеможения, надо соблюдать ряд простых правил. Периодически в течение дня принимать водные процедуры, пить много жидкости, при себе иметь препараты, исходя из вашего заболевания, проветривать помещение, сократить время пребывания на солнце и двигательную активность, прикрывать голову от солнечных лучей. И, конечно, прислушиваться к своему организму. На жаре, конечно, переутомление. Кроме того, что идет жара, то есть высокие температуры сверху, еще человек активно действует. Конечно, это тяжело. То есть, естественно, нужно сократить такую двигательную физическую активность достаточно на приличное количество. Но не только жара опасна для человека. Резкая смена солнечного дня на дожди и грозы также несет за собой проблемы со здоровьем. А это лето щедро одарило нас такими сменами настроения. Особенно от летнего зноя и перепадов погоды страдают пожилые люди, маленькие дети, гипертоники, сердечники, организм которых не контролирует теплообмен. Также стоит отметить, что аномальные температуры вводят человека в стрессовое состояние. Он страдает бессонницей, резкими перепадами настроения и страхами, нередко испытывает тревожность, недовольство и раздражительность. Высокие температуры опасны тем, что можно получить солнечный и тепловой удары, что нередко приводит к судорогам и потере сознания, а в особо тяжелых случаях могут закончиться даже летальным исходом. Если солнечный удар определить легко, нарушается потоотделение, расширяются сосуды, а также застаивается кровь в мозгу, то тепловой удар можно заметить не сразу. Количество вызовов скорой помощи в жару или во время перепадов на дожди резко увеличивается. Мы наблюдаем увеличение случаев вызова скорой, когда меняется погода, то есть переход или там с прохладных на жару или жары, например, на холод, но чаще всего именно на жаркое время, когда наступает, тогда и больше возникает эпизодов с головными болями, с повышением давления люди жалуются. Также сосудистая патология вся, как боли в сердце, преимущественно такого формата вызова. Берегите себя в жаркую погоду, то есть ориентируйтесь на свое собственное самочувствие, или же, опять же, сокращайте время пребывания на солнце. Обязательно имейте с собой воду. Осознание опасности сильной жары или перемены погоды летом позволит вам бережнее относиться к своему здоровью и не допустить серьезных последствий. И коротко о погоде. 9 августа будет ясно. Днем плюс 25, ночью плюс 15. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте disna.defistv.ru С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин